Семейная карма, она зависит от того, где мы живем. Семейные устои указывают на тяжесть нации, связанной с личной жизнью. Допустим, взять тяжесть русскую нации. Тяжесть такова, что мы не можем жить большими семьями, но однако же мы можем жить вместе. Вот если брать, допустим, американскую тяжесть семейной кармы, там люди должны жить чуть-чуть отдельно, чтобы быть вместе. Они не могут даже в одной комнате вместе жить, им надо две комнаты как минимум в квартире, чтобы жить вместе. Чуть-чуть отдельно означает. То есть деловые отношения. Брак заключается, нужно все выяснить. Нужно собственность как бы расписать, как это будет, понимаете? Вы согласны на такую жизнь или нет? Чтобы собственность, чтобы деньги все считали, каждый свои. Вы согласны, нет? Почему? Потому что мы друг другу доверяем, и Бог с ними, и с этими деньгами. Так? Означает лучше семейная карма. Теперь у меня к вам вопрос. А кто из вас может жить с родителями? Вот вместе счастливо жить с родителями своими. Вот смотрите в зал. Вот эти люди победили свою семейную карму. Видите? В России это невозможно. В России невозможно жить со своими родителями вместе. Потому что так устроена семейная карма, что родители не уважаемы детьми. Вот в нашей нации мы не уважаем своих родителей. Если родители уважаемы, с ними можно жить вместе и быть счастливы. Вот дети живут с семьей своей, родители живут в одном доме. Родители так, как они уважаемы, поэтому никто никому не мешает. Все счастливы. Родители дают советы. А почему мы не можем жить с родителями? Потому что некому давать советы часто бывает. Что родители сами живут неправильно. Для того, чтобы жить большой семьей, для этого должна быть культура в стране существовать. Культура означает жизнь по священным писаниям. Вот те семьи, которые живут по священным писаниям, могут жить с родителями. Это восточные страны уже. Там люди живут по священным писаниям, и поэтому у них карма семейная лучше. И поэтому они могут жить вместе, большими семьями, что гораздо больше счастья приносит на самом деле, чем жить маленькой семьей. Больше защиты. Вот представьте, у вас большая семья, и ты решил бросить жену. У тебя и мама, и папа, и родители жены живут. Все в одном доме большом живут. И ты решил бросить жену. Он, опа, собирается большой совет, большая семья. Говорит, ты скотина, ты кого бросаешь? Ты всех нас хочешь бросить? Иди уматывай, мы без тебя будем жить. Он там крепко чешет, думает, я не хочу больше. И там нет разводов практически. Потому что большие семьи, понимаете? Очень сильная защита семьи со стороны родственников. У нас есть со стороны родственников защита или нет? Мы говорим маме с самого начала. Мама, не лезь в мою личную жизнь. Все, баста, карапузики. Кончили станции. То есть идея в чем заключается? В том, что тебе твою семейную жизнь никто не защищает. Все. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Потом уже, да? Ах, мамочка, зачем? Когда плохо стало. Ну, то есть так мы живем. Какая семейная карма бывает? Русская бывает, украинская отличается от русской. Бывает итальянская. Лучше или хуже русской? Западная семья тяжелее. Там тяжелее, на Западе тяжелее. Потому что меньше близости. На Востоке, Восток означает, там, Индия, означает Иран, там, Ирак, там, вот эти страны восточные. Там больше глубины в отношениях семейных, чем у нас. Америка тяжелее семейной кармы, чем у нас. Украина примерно такая же, чуть по-другому. У русских людей более суровые отношения, у украинцев более обидчивые. Ну, хрен, ледьки не слаще. Поэтому идея в чем заключается? В том, что человек попадает в ту ситуацию в жизни, которая ему самая лучшая. Смотрите, иногда люди меняют свою, пытаются поменять свою карму искусственным образом. Допустим, мы решили жить лучше, поехали на Майами. Там семья разваливается сразу. Я видел много примеров. Люди уехали жить в другую страну, не могут привыкнуть к той ситуации, в которую они попали, и в результате семья разлетается. Особенно, если они поехали на Запад или в Америку, еще хуже. Если они поехали на Восток, допустим, поехали в Индию, они тоже не могут там жить. Почему? Потому что там более суровая жизнь. Там надо больше правил принимать в жизни, чем здесь. И мы не можем им следовать. В результате, допустим, девушка выходит замуж за индуса, допустим, да? Ей надо как индуска себя вести. А это очень непросто вести себя как индуска в семье русской женщине, понимаете? И она сильно страдает от этого. Или, допустим, мужчина берет замуж индуску. Это значит, что с ней надо себя вести по-человечески. И все родственники ее становятся твоими родственниками. Это значит, что они к тебе приезжают и говорят, лучше нас застрели, чем прогоняй. Лучше убей нас. Мы твои близкие, понимаешь? Близкие. Ну, то есть он, когда русским был, он не знал, что близкие. Он думал, близкие означает, мама, привет, до свидания, хорошо. А тут совсем другое. Близкие означает, вот все, мы к тебе приехали, хотим у тебя погостить, три месяца пожить. Мы твои близкие, мы будем с тобой жить вместе. Все, это наша дочка. И дети тоже наши, все. Потому что мы близкие. У нас это невозможно. А там так живут. Это для них такая культура просто. А ты, если ты как бы не согласен, у них у всех будет инфаркт сразу. Все. И они вот умрут от инфаркта прямо в твоей квартире. Все сразу там, 50 человек родственников приедут, все от инфаркта умрут. Из Индии, родственники. Ты как бы жил, думал, что только жену одну взял. И тут-то было. Кажется, если индуску взял, значит взял сразу весь клан замуж. Индийский. То есть все с собой жить вместе будут. Интересоваться, как происходят дела. Ну, примерно то же самое на Востоке, то есть в Грузии. Один монах приехал в Грузию, и он как бы попросился жить в одной семье. И он там, ну, он как бы духовные книги, духовное знание людям распространял. Это реальная история. Мой знакомый один. И он так понравился этим людям восточным, что этот мужчина, он как бы этому монаху, когда тот собрался уезжать, подошел к нему, поставил перед ним три дочери и сказал своей. «Я хочу тебе сделать подарок. Я хочу, чтобы у меня был такой зять, как ты. Выбирай любую. Для нас честь быть родственником с тобой. Выбирай любую из моих дочерей». Он говорит, ну, я же монах, я хочу монахом оставаться. Он такой, у него глаза покраснели такой. Они стали такими багровыми. Он говорит, ты что, хочешь меня обидеть? И он лег спать и сказал, до рассвета ты должен принять решение, какую из трех моих дочерей ты возьмешь замуж. Если ты не хочешь брать моих дочерей, то есть только два варианта. Или я погибну, или ты. Я не смогу так жить без тебя. И он сбежал оттуда ночью. Темной ночью сбежал, чтобы никто не погибал, чтобы все живы остались. Ведь и культура такая. Если бы это он был грузином, он бы понял, взял бы дочь замуж и жил бы счастливо. Нече монаху жить по семьям. Субтитры сделал DimaTorzok